Мы приступаем к теме Божьего народа. В качестве видения давайте вспомним, как выглядит общая картина Божьего замысла. Собрать и сохранить Божий народ в назначенном Богом месте под Божьей властью, дабы Он жил по Божьим уставам в присутствии святого и любящего Бога. Мы рассмотрели темы Царства, Завета, Плена, Покоя, Мессии и Воплощения. И, наконец, жертвы и жертвоприношения. В аспекте осуществления великого замысла Божьего. Сегодня мы обратимся к теме Божий народ. Тот народ, который живет под Божьей властью. И с этим мы переходим к первой части. Раскрытие темы Божьего народа. Послушайте, что по этому поводу говорит Джон Миллер. Во вступлении к своей статье, посвященной Божьему народу, в новом словаре библейского богословия, которую я рекомендую в качестве источника по данной теме. В пособии к курсу эта статья включена в список рекомендованной литературы. Вот что он пишет. По сути, главная мысль Библии заключается в том, что Бог стремится собрать свой народ под своей властью в назначенном им месте. Таким образом, понятие Божьего народа является ключевым для библейского богословия. С этого Библия начинается, этим она и заканчивается. В Эдемском саду, бесспорно, Божьем месте, Бог творит первых людей, протологических или прототипических представителей Божьего народа. Красиво сказано, не правда ли? Прототипические. Хотите выразиться красиво и умно, плетите нечто подобное в свою речь. Прототипические представители Божьего народа. Полагаю, это означает первые из ряда подобных. Итак, творит и приглашает жить под его началом. Но очень скоро, пишет автор, они нарушили Божьи условия и были изгнаны из его присутствия. К концу книги Откровения, однако, колесо совершает полный оборот. Местом действия снова становится Эдемский сад. Он заключает это слово в кавычки, поскольку это больше, чем сад. Это город. Если вспомнить Откровения 21 и 22. Итак, местом действия снова становится сад, состоящий из нового неба и новой земли. И поразительно похожий на Эдем. При этом отличительной чертой этого сада является то, что здесь народ находится в близком и вечном общении с Богом под его властью. Откровения 22, стихи 3 и 4. Вот общая траектория библейского богословия. По-моему, прекрасно выражено. Это, безусловно, важная тема. Именно поэтому она и фигурирует в кратком описании общей картины. А теперь давайте рассмотрим некоторые детали. Начнем с подтемы «Бог и сад». Бытие главы 1-3. Из прототипических представителей Божьего народа, пользуясь терминологией Миллера. Из «Бытия 1» мы узнаем, что мужчина и женщина носят в себе образ Божий. Они тот самый Божий народ. И что бы еще этот образ не подразумевал, отражать Бога, являть Его образ, значит жить по-царски, по-священнически, в данном Богом саду. Как царям в «Бытие 1», 26-28, Бог поручил им «владычествовать». И термин этот служит для описания сферы царской власти. В «Бытие 2.15», если сравнивать «Бытие 1.26-28» с его поручением «управлять и владычествовать» тем, что мы фактически видим в следующей главе, «Бытие 2.15», Похоже, Адам проявляет заботу о саде, возделывает и хранит его, ухаживает за ним, возделывает его и в целом хранит его. Это картина экологической заботы, которая столь необходима в качестве противовеса тому, что написано в «Бытие 1» о владычестве над рыбами, птицами, животными и так далее, дабы исключить представление о владычестве человека как о получении им своего рода карт-бланш, неограниченных полномочий, открытой чековой книжки, так сказать, позволяющих ему варварски относиться к природе и ее ресурсам. По-царски, но не только по-царски, но и по-священнически. Из текста явствует, что на Адама возложена ответственность по уходу, охране, управлению садом. Слова оригинального текста выражают идею служения, охраны или хранения. Любопытно, что слова и выражения из второй главы книги «Бытие» повторяются позже, в пятикнижии, в книгах Моисея, для описания роли священников в Скинии. Им предписывается хранить святое место Божие и заботиться о нем, о Божьем святилище. Таким образом, этот язык перекликается, скорее, с тем, чего ожидать, чем с тем, что грядет, в разворачивающейся истории Израиля. Если сравнить «Бытие 2» и роль, отведенную Адаму, с ролью священства, которое описывается в числах главе 3 и числах главе 8, то моя мысль станет вполне понятной. Об этом можно было бы говорить пару часов, но лучше обратиться к комментарию на данную тему Гордона Венома в серии «Бытие и Слово», который подробно разъясняет этот момент. Авторы любого обширного произведения обычно просят написать краткую, реферативную версию своей работы. Вот и Гордона Венома попросили написать комментарий к книге «Бытие» в новом издании от «Интерварсити Пресс». Так что, если вам необходима краткая версия комментария, ищите однотомник. Там будет довольно краткая, но емкая статья Гордона Венома по нужной вам теме. Это неплохая возможность для студентов Тринити сэкономить средства. Более того, в конце повествования третьей главы книги «Бытие» обратите внимание, кому поручается охранять Божью обитель после изгнания Адама и Евы из рая? Херувиму. Кто охраняет престол милости на ковчеге Пскинии? Херувимы. Таким образом, «Бытие 2 и 3» содержит немало черт и признаков, предвосхищающих грядущие события. Я привел вам лишь один пример. Выражаясь иначе, территория сада – священное место. Место поклонения и служения Богу. Замечу, что тему поклонения мы примерно через пару недель будем рассматривать отдельно. Однако обратите внимание на то, что в «Бытие 2» Адам не должен делать это в одиночку. Между главами 1 и 2 возникает любопытное напряжение. Так, в первой главе, где представлена, так сказать, общая картина творения, Бог сотворил и увидел, что это хорошо, следующее – это хорошо, и следующее – это хорошо. Он творит человека, мужчину и женщину, видит, что это хорошо весьма. А вот в следующей главе появляется «нехорошо». «Нехорошо» быть человеку одному. Интересно то, что Бога Адаму недостаточно. Как недостаточно ему и остального творения. Ведь к нему приведены и животные. Полагаю, здесь есть, помимо всего прочего, и такой богословский момент. В конечном итоге, он нуждается в ком-то себе подобном. Кто бы составил ему компанию, скрасил его одиночество, восполнил потребность в дружбе и общении. На мой взгляд, это очень важная богословская мысль. Согласно Божьему же замыслу, одного Бога Адаму недостаточно. Повторю, благодаря Божьему же замыслу, одного Бога Адаму недостаточно. Нужны горизонтальные отношения, отношения с себе подобным. Полагаю, вторая глава книги «Бытие» выражает это довольно четко. Мы сотворены для совместного, общинного проживания. И микрокосм этого, а это лишь часть истории, так вот микрокосм этого в «Бытие 2» представляют собой отношения мужчины и женщины, когда они становятся одной плотью. Когда единство и разнообразие формируют между ними связь. В данном случае, между Адамом и Евой в книге «Бытие». Таким образом, с самого начала у Бога был свой народ. Скажем так, протологическая, прототипическая пара. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok